С минуты молчания по погибшему в авиакатастрофе в Подмосковье началось сегодня традиционное совещание у главы Чувашии. Михаил Игнатьев еще раз напомнил коллегам, безопасность людей на всех участках должна быть под постоянным и строгим контролем. На совещании обсудили и рабочие вопросы. Программа электронного правительства в Чувашии в части предоставления государственных и муниципальных услуг реализуется достаточно активно. Отчиталась Мининформ политики на традиционном совещании у главы республики. Согласно исследованиям Росстата, механизм получения госуслуг в электронном виде использует практически 70% жителей республики. Работа по расширению доступа будет продолжена. На эти цели федеральный бюджет уже выделил Чувашии дополнительные 12,5 миллионов рублей. Наиболее активные электронные госуслуги предоставляют МФЦ, Пенсионный фонд, ЗАГС и ГИБДД. На 5 февраля текущего года в едином портале госуслуг зарегистрировано 54% граждан республики. 53,9% точнее. И вот кому старше 14 лет. И вот динамика показывает, что октябрь, ноябрь и месяцы этого года, что ежемесячно около 14-16 тысяч населения идет, регистрируется на этом портале. Это очень хороший показатель. Лидирует среди муниципалитетов Чебоксары. 19 муниципальных услуг оказываются в электронном виде. Среди министерств Минздрав, Минтруд и Минюст. Глава Чувашии отметил, эту работу необходимо активизировать. И поручил ведомствам еще раз проверить перечень электронных госуслуг с тем, чтобы самые востребованные были еще более доступны. Отдельное поручение Министерства труда и социальной защиты. Оно касается поддержки и трудоустройства высвобождаемых сотрудников чувашского бройлера. Люди должны иметь подробную и оперативную информацию о вакансиях, временных рабочих местах и программах переобучения, которые помогут им решить проблемы трудоустройства. Елена Гальперина, Александр Петров, Республика.